Урицкая улица Буквально два года Было столько конфликтов, сколько не было за 20 лет в городе Иркутске Публика сильно поменялась Хотя я задаю себе вопрос, может быть это я сильно поменялся? Хотя ведь я вот себя знаю, я на себя смотрю и думаю, что однако Я, мне кажется, поменялся в лучшую сторону По крайней мере я, как говорится, над собой работаю Ну что вы мудрите, зачем лукавить? Очень сильно поменялся народ За эти 20-30 лет Что произошло с русскими людьми, я не знаю По крайней мере в Иркутске Других городов я как-то так не особо наблюдал А когда был два года назад в своем большом путешествии То там не было такого отвратного вообще общества Ну может быть потому что я переезжал из города в город В Иркутске сплошные конфликты и негатив в последнее время Мат, Маркопень, девки, которые сами себя называют людьми Ледями на букву Б Это постоянно Вот когда сидишь Слава богу, камера, микрофон не сильно такой вот прямо Чувствительный И он не укладывает все, что вокруг Хотя, наверное, если прислушаться, вы можете услышать о проходящих Ладно, ладно Опять я вышел за позитивом Не знаю, что из этого уже получится Я уже даже боюсь об этом говорить Как говорится, размечтался называется Просто сяду да порисую вот этот вот вид Жалко, что здесь у камеры нет паузы Да, паузы нет Поэтому Вот мой этюдник Сейчас буду сюда прикреплять без паузы А так бы я нажал бы паузу И все было бы на месте Ну ладно Так что Если не Сильно не Редактировать А я этого не хочу Потому что Увы Это значит выльется опять в Ну вот как-то так Я думаю, будет даже видно и краски И все Сегодня я попробую рисовать Тоже еще одним интересным способом Я положу сначала белые Ну, он же белый Вы видели вот этот вид Сейчас надо его однако Сфотографировать все-таки А то я всегда догадываюсь Сфотографировать только Только уже вечером Когда сильно меняется освещение Вот как-то так Что у нас тут получилось Ладно Фотографирую на этот случай Ну, в общем, на все случаи Итак Я тут вспомнил Посмотрел, как я рисовал Суздали Так Акварельными карандашами Начиная с белил Но сегодня я Не буду рисовать Акварельными карандашами Вот сбелил Пожалуй, начну Хотя, конечно Было бы логичнее Порисовать это дело Это дело бы порисовать Вот каждый раз, видите Каждый раз я Думаю Что же сделать Ну, попробуем Попробуем, да Моя задача А вот и карандаши, кстати Акварельные Может быть, все-таки Ими попробовать Не знаю Сейчас подумаю Видите Каждый раз я думаю Не лишнее, да Оказывается Это для художника Наверное Занятие Думать Думать Лишнее Не лишнее занятие Для художника Так Вот и коллеги подошли А-а-а С ведрами Вот тебе раз Здрасте Здрасте Подошли студентки Скромные очень Почему-то Ну, ладно Помахали мне ручкой И пошли дальше Сказали Здравствуйте Ладно Пометим Ибо год В растерянности Наверное Все-таки Я начну Так вот С зеленого пятна А там Вот сейчас Ай Там так Солнце просвечивает Ну, небо-то Я, наверное, не буду Хотя Можно было бы И небо порисовать Ой Ну, все Опять Я начинаю Что это называется Сомневаться, что ли Здравствуйте А вы просто Жилописи Все эти Можете нарисовать Я могу нарисовать Вас сейчас Надо нарисовать А вас Сейчас рисовать Вообще Сколько Сколько Вообще Нисколько Вообще Я сейчас Вот рисую А вы хотите Чтобы я вас Нарисовал То есть Бесплатно Или Сколько Кто-сколько Вы сейчас Будете Вас сейчас Рисовать Садитесь Рисовать А мы вдвоем Ну вдвоем А пятером Нет Ну давайте Вот я с вами Ладно Не будем мудрить Ладно Спасибо Пожалуйста Вот так вот Только Начел Вы Рисуете Тут же вопрос Бесплатно Платно Опять Вот А я сел Вот У меня тут даже рекламы нету Между прочим Обратите внимание Даже рекламы нету И сразу вопрос А сколько А почем И я говорю Хорошо Садитесь Нарисую Бесплатно Согласился Прежде чем Нарисовать Слышали Да Вот 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 И я Идут помаленько Клиенты Какие клиенты Вы о чем Ну посетители Какие посетители Я художник Я хожу Город рисую Вы понимаете Да Поняла Поняла Это вы ходите Торгуете А я город рисую И если ко мне Кто-то подходит Я рисую Бесплатно Вы понимаете Никаких клиентов Никаких Елки-палки Посетителей Да Поэтому мы с вами Разные люди Нет Люди Они все Из одного Теста Нет Из разного Есть богоподобные А есть твари А есть Конечно Вот Ну это Это в Библии Написано Понимаете Вот богоподобные Они работают Выполняют Заказ Бога Они создают Новые гармонии Вот я сейчас Сижу Создаю Сижу Новые гармонии А твари Они торгуют Покупают Продают Жрут И так далее Понимаете Акварель Вот Акварель Да Поэтому Поэтому люди Не из одного теста Люди очень разные Как 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 И Животные Каждый видит по-своему Да Конечно 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 Господи Боже мой Чокнулись Эти люди Вообще Вы слышали Вот Я только сел Наверное Я виноват Опять же Ну я уже давно понял Что я виноват Я вообще виноват Я Я Виноват перед людьми А почему я Реагирую Раздраженно Вот это мне не нравится Вот это мне не нравится Больше всего Последнее время У меня много Раздражения Прятаться Ну что В деревню ехать Или В лес Вот у меня Вот от этих разговоров Видите Руки задрожали Вот такие вот дела Это сейчас у меня состоялся разговор С какой-то тетечкой Мягко выражаясь Которая появилась недавно на улицах Я не знаю Я ее раньше не видел Которая тоже как бы художница Но она конкретно так Она Ну какая она художница Она ноль образования Ноль там Уровень нулевой Это просто вот Из тех кто Устроили себе Из портретов Свой такой Дурацкий совершенно Бизнес Не бизнес Я не знаю Как это называется Ну и вот Она Второй раз меня увидела Можно так сказать В жизни И все ко мне подходит Поговорить о клиентах И о том Идут ли покупатели И так далее И так далее Ну еще бы может быть С человеком более-менее Равным по Уровню мышления Извините По уровню мышления Я бы еще может и поговорил Об этих проблемах Хотя для меня это Не проблема Вы понимаете Я не хочу об этом Разговаривать Когда я вот рисую Я увлечен Вот сейчас вот этим Че они ко мне лезут Опять же Наверное можно И об этом поговорить Я же не против Елки-палки И вот там вот Просвечивает Да Кстати Ну я там положил Вот эту Свою рекламу Не рекламу Я не знаю Как ее назвать Листочек На котором написано Я его потом покажу Может быть Там смайлик нарисован И чтоб ко мне Не приставали Чтоб не приставали Я там написал Бесплатно Ну если кто спрашивает Я туда показываю Но там написано Для дураков Членов Партии Мошенников И воров И нищих И работников Прокуратуры Ну работников прокуратуры Я им это Вписал По Так сказать Традиции Потому что У нас с ними Был уже тут разговор Помните Наурицкого Да А Я написал Бесплатно Чтоб не спрашивали Но буду ли я рисовать Это вопрос Я не знаю Буду ли я Хочу ли я их рисовать Это же не значит Что я их буду рисовать Теперь Если я написал Бесплатно Правильно Ну да Рисую Вот я сижу Вот сейчас я сижу Вы понимаете О чем речь Или не понимаете Вы-то понимаете Вот видите Как я пришел С позитивом Порисовать На улице На улице города И во что Опять выливается Что мне не ходить Скажите пожалуйста Мне не ходить На улицу Рисовать Ну так Ведь меня Совсем Эти Выживут Вообще С мира Живут Буквально Так Куда я дел Бесплатно О Нормально Вот это Вот уже Ну это Для большего Так сказать Комплекта Разлилась вода Что ты будешь делать Разлилась вода Сегодня наверное День неудачный А вода Разлилась От того Я знаю От чего Что Я забыл ее сразу С самого начала Смочить Если можно так сказать Да Я забыл ее Смочить Краски Видели Я забыл их смочить Они обиделись И разлились Ну вот Ладно Ну и что Ты снова будешь Разливаться Ты больше У меня не падай Не разливайся Я ее вот сюда Прикреплю Продолжаем Рисовать Может быть Процесс рисования Меня Немножечко Успокоил Ну что А нет Она здесь Мне будет мешать Это что-то Ну что Не знаю Может быть, не было слышно, но вот эта вот женщина-то, которая как бы художница иркутская уличная, откуда она взялась, я ее вообще раньше не видел. Ходит, но она очень похожа на бичуху, на Нищенку какую-то. Вот она ходит со своими как бы портретами, с какими-то картинками. Неадекватная больше, похоже на неадекватную даму. И все лезет с разговорами, поделится опытом. Вот видите, про клиентов. Вот и сейчас она подошла, если кто не слышал. Я не знаю, слышно было, не слышно. И первый вопрос, ну что клиенты идут, вот, вот о чем речь. Так, ладно, все, хватит болтать. Будем рисовать. Ну, с Богом. Да, там машинка, кстати говоря. Там много машинок. Здесь-то на углу купол красивый, а я его здесь отсюда не вижу, но я его нарисую, я его придумаю, да? Вот. Я немножечко смещу, и вот это я сейчас рисую по памяти буквально. Ну, посмотрим, проверим мою память. Здесь такие мощные, их можно рисовать и кисточкой, балкон. Прямо, наверное, на камеру придется включать этот стабилизатор. У этой камеры есть хороший стабилизатор. Единственное его ограничение в том, что он не работает в режиме исправления дисторции. Так, по-моему, это называется. Ну, короче говоря, в режиме исправления искажений объектива. Вот сейчас включен режим исправления искажений, и в это время не работает стабилизация. Вот я более-менее так вот сейчас вот к концу лета. До какого же лета? Осень уже? Середина осени, можно сказать. Наконец как-то обрел более-менее уверенность в рисовании. Я вот сколько лет рисую, и все время как бы еще и еще и еще какие-то... Да, там, кстати, столб стоит с этими фонарями. Прямо хочется ходить и сфотографировать, что ли сейчас мне тут купол. Да, помню я его, помню. Здесь балкон. Все, буду рисовать по памяти. Что-то вот здесь вот, да? Я все равно рисую не так, как есть, на самом деле. Где я? Где я? Я же все равно не реалист, да? Буду сочинять свое. А кому надо, пусть они в этом видят мое художническое проведение. Ну, тогда купол здесь надо рисовать было сразу. А я кисточку уже как бы запачкал. Ну, для этого и несколько кисточек, и надо. А вот здесь вот надстройка. И вот рисовать эту надстройку или не рисовать, я не знаю. Каждый раз. Потому что это новодельная надстройка. Вот здесь вот она такая вот. И она, конечно, все испортила. Я помню, когда ее строили, ко мне приходили, ну, я не знаю, строители, не строители, проектировщики. Не то, чтобы посоветоваться, а заручиться, что я не буду ее критиковать. Тогда вышел на меня один из строителей, можно так сказать. И я, когда ее посмотрел тогда, по тем временам, мне она показалась ничего вроде бы. Я даже ее похвалил, сказал, что она достаточно удачно. А сейчас смотрю, вот уже, наверное, я поменялся, да. Потому что я сейчас-то смотрю, я сейчас-то вижу, насколько она испортила силуэт-то. Но я тогда смотрел не на силуэт, я помню. Я тогда смотрел на общую стилистику. Вот она сделана была по общей стилистике, вообще, вот эта штука-то, сверху надстройка. Она, да, действительно, она сделана скромно, если можно так сказать. Они не полезли на рожон. Вот. Сделали ее достаточно скромно. Слава Богу. Но, тем не менее, как я сейчас вижу, подпортили конкретно силуэт. Тогда я на силуэт не обратил внимания и даже чуть ли не похвалил их. Там вот такие золотые-золотые в закате, в солнечном лучах, проблески на листве. Широкий нужен, конечно, здесь клеится. А я его подпачкал белым, да. Но он мне белый больше не нужен, поэтому я его сейчас вымою. Ну, белил отмывать долго, воды надо много. А носить по несколько кисточек, несколько плейцев, но я и так много кисточек ношу. Носить по несколько, это, извините, все-таки тяжеловато. Так, один карандашик, два карандашика, берешь, 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 а потом смотришь, ага, а сумка-то уже и неподъемная. Вот. Ну, ладно. Будем надеяться, что отмыл. Зеленая у меня вот с двух сторон. Одна желтая, теплая вот здесь вот, а здесь вот как бы холодная. Я их все время путаю. Это вот мои хитрые фирменные раскладки. Вот для чего мне нужен был флейтс, видите? Вот для таких движений. Да, вот тут кустики растут. И тут кустики растут. А тут такой овальный. Нет, нарисуем мы его здесь вот подальше. И тут уже краснота начала появляться, да? Но путать зеленое с красным, да? Такое дело. Зря, наверное, я ввел. Ну, по крайней мере, больше не надо. Так, нормально, нормально. Вот там зеленое, там этот, тут этот. А тут серое по низу. Чем писать? Да, и как всегда вопрос, а будем ли мы сюда вводить черный? Нет, наверное, сегодня я не буду сегодня вводить сюда черный. А буду рисовать рисфедером, то есть разноцветным, да? Ну, так как-то. Вот здесь вот надо серый. Ну, все, пора опять. Этого достаточно? Достаточно. Кстати, тут магазин вот у меня за спиной этих каких-то японских этих, как их, манго или как они называются. Уж простите меня, я за этой субкультурой не слишком слежу и путаю эти вот эти сказки японские с этими японскими какими-то там. Еще у них есть сексуальные штуки там. Или они все там такие. Так или иначе, за моей спиной этот магазин. И сюда приходят всякие-всякие разные, мимо меня и всякие разные фрики. Ну что, сегодня воды мало у меня, да? Сегодня у меня мало воды. Ну, я бутылку-то взял, но просто я ее по дороге забыл наполнить. А дома я ее не наполняю, потому что бутылка воды это еще полкилограмма лишних. Вот так вот. Приходится об этом думать. Ну, вот тут у меня совсем маленечко осталось. Хватит мне. А мне это нужно для чего? Последняя водичка? А нет, у меня там еще совсем маленечко есть. В пульверизаторе еще есть. А, голубую. Вот что я хотел. Но опять придется мне где-то за водой ходить. Здесь вот Оказалось, красное в соседстве. По логике в этом ничего плохого нету. Но на практике оказалось, что красное сильно пачкает небесно-голубую. Я-то подразумевал, что рядом находясь, они создают, в общем-то, пару интересную. Но в этой паре, увы, это красное достаточно сильно. Короче, делаем вывод. Все-таки вот этот ряд нужно менять, чтобы... Так, где? Сюда? Скажите, куда мне? Нужна ли она была здесь? А там облака. Фу, так. Я вот так все время говорю, фу, это у меня дыхание как-то нарушено, что ли, потому что сердце побаливает. И все время хочется как-то так вздохнуть, а вздохнуть боюсь. Потому что когда глубоко вздыхаешь, такое впечатление, что сейчас сердце остановится, когда-то. От всех этих вот... Я говорю, последнюю неделю у меня очень много, к сожалению, каких-то стрессов. Разных и бытовых, к сожалению, там. Ну ладно, как-то так, да? Ну, пора снова начинать рисовать, однако. Сколько можно подготовкой-то заниматься? И что, опять я сегодня не дорисую. Олег Владимирович, здравствуйте. Это я вам как-то написала, чтобы дело было встретить на улице. Вот. Вот и встреча. Мечты осуществляются. Вот и встреча. Вот и встреча. Ты находишься на каком-то пике своих эмоций. И что-то видишь такое, что хотел бы давно увидеть. И как бы вышибаешь себя с этих эмоций на другую волну. На позитивную. О-о-о, на позитивную. Я вот как раз сейчас сижу, об этом и думаю, и говорю, и размышляю. Потому что в последнее время я что-то в сплошном негативе. Вот. Такие вот дела тут, к сожалению. Но давайте об этом не будем, потому что действительно... Но этот негатив так и лезет, так и лезет, так и лезет отовсюду, во все щели. Ну вот когда такие приятные моменты происходят, то хочется даже дальше жить. Вот. Вот видите, вот видите как. Как отрывается у нас. Да, 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 да. Вот так вот. Ну, вот, вот я так счастлив вообще, что оказывается являюсь одним из факторов, который все-таки вызывает у людей позитив. Вот начиная, да, с рисования и заканчивая всем остальным. Ну вот это, наверное, и в конечном счете можно считать таким нормальным предназначением, которое надо оправдывать, черт побери. Но вы знаете, дело в том, что оправдывать-то оправдывать, а сам я страдаю от негатива. Вот. И как бы вот так вот сделаться... Я видел там, например, какие-то вот в интернете есть эти особенно восточные товарищи. Они все такие умильные, к ним как бы ничего не пристает. Там они учат пофигизму типа того, что как быть вот полностью деревом так или растением. Ну, слушаешь, вроде бы все, все вроде бы правильно. Тут недавно смотрел какого-то парнишку, так, ну, вообще, такой, как это говорят, фрик, не фрик, ну, то есть, странный очень. А он вообще проповедует, ну, он совсем молодой, ему 20 лет, но он ездит по городам, его уже везде, уже везде его приглашают, и он проповедует полное обнуление. То есть, я, говорит, ничего не знаю, ничего не вижу, ничего не планирую, ничего не умею, ничего никому не должен, ни на что не обращаю внимания. Ну, то есть, его пригласил там какой-то философ, не философ или психолог, пытался с ним разговаривать, но парень-то оказался вообще действительно непробиваемым. И этот философ-то, в общем-то, как бы, и даже ему бы поучиться у него, потому что они, эти психологи, что-то учат, учат людей, как правильно бороться, а тут ему достался этот пацан. Но он такой какой-то из современных отморозков каких-то, который на любой вопрос, ну, знаете, говорит, это твои проблемы вообще, меня это не касается, а я не знаю. Он говорит, а вот как вы планируете свою жизнь, вам же не кажется, говорит, что, ну, типа, предназначение человеку-то обязан, как бы, ну, окружающий мир оценивать. Он говорит, а я не оцениваю. И вот он на все вот отвечает, но это вот его такая фишка. Причем она настолько обостренная. Я сначала на него смотрел просто как на идиота. Думаю, ну что же, надо же такое вот, это крайняя степень пофигизма и хамства, по сути дела. В общем-то, это хамство практически. Меня ничего не волнует. Это в самом коротком смысле, это называется у них, это твои проблемы, вот. А у меня проблем нету. Это крайность такая, да. Вот. Мне это тоже не нравится. Ну, это-то нам не нравится. А он это вот сделал своей философией. И как бы, опять же, когда тот его спрашивает, говорит, а вам не кажется, что вы что-то вот как бы должны? Он говорит, а я вам ничего не должен. Говорит, вы меня позвали, я вам... А он, в чём, говорит, ваше вот предназначение? Он говорит, я не знаю, у меня нет призначения. А какая у вас профессия? А у меня, говорит, нет профессии. Вот такой вот ноль. Ну, там так и называется эта самая передача, встреча там типа философа с нулём. Но я её не досмотрел до конца, но её надо будет досмотреть, чем всё это кончится. Но я понял, что в этом есть какой-то смысл, чёрт побери. Получается, что этот парень, ну, я говорю, я не досмотрел, не знаю, ещё чем всё это там кончился, весь этот разговор. Но вот то, как я посмотрел, он, в общем-то, переплюнул всех этих восточных философов с их этими нирванами, уходом от реальности. Там не обращайте... Да, не обращайте внимания. Там, значит, западные варианты – это будьте пофигистами, там, значит, правильный, как развить в себе пофигизм. Но я-то всегда был противник этого. Ну, не то, что противник, просто я-то воспитан совершенно иначе. Я-то воспитан гражданин, общество. Но я уже давно понял, что в сегодняшнем обществе это вообще вредное оказалось воспитание. И сегодня действительно я, честно говоря, сильно страдаю от моего коммунистического воспитания, пионерского, когда там пионер за всё в ответе и так далее. Ты не должен быть таким, ты не должен быть другим, ты должен быть лучше. И вдруг я понимаю, что сегодня с этим не выжить, и действительно надо учиться какому-то пофигизму. Я вот хочу ещё прожить сколько-то лет жизни. И я понимаю, что вот с активной какой-то такой позицией, когда ты там пытаешься с этим совсем бороться, у меня не получится. Я проигрываю, я проигрываю конкретно вот толпе вот этой. Поэтому как-то надо учиться лавировать. Хотя само слово лавировать, опять же, какое-то оно вот нехорошее. А вот сразу как-то пришло на ум, что вот так надо. Ну, вот и я пытаюсь, я пытаюсь найти этот вот и образ жизни, и такую вот, ну, учусь. И вдруг оказалось, что я сейчас учусь жить заново, по сути дела, потому что я понял, что я не выживу в этом мире. Потому что вот они сейчас вот мимо пройдут, материться начнут, а у меня сразу раз давление подскакивает. Просто только от того, что я мат слышу. Потому что он, и не от того, что матерные слова сами по себе, а от того, что это открытое хамство. Оно такое унижающее. Вот меня унижает, например, как бы вот грубость и грубый язык. Вот меня, например, унижает там вот поломанная плитка, потому что я чувствую, что это был обман какой-то заложен изначально в этой плитке. Я чувствую, что это обманули-то меня. Обманули мое доверие, в конце концов, обманули вот к этому нашему городскому начальству, который на этом то ли распилили, то ли еще что-то. И вот на все на это обращаю. А я же еще и архитектор, да? Я же на это все обращаю внимание. Конечно. Да, я-то вижу, если простой человек может еще как-то ходить и не обращать на это внимания, или даже просто он не видит этого всего. А я-то все это вижу постоянно. И, да, многие знания, большие печали, так, по-моему, называются. Я чуть слишком много знаю. Я и художник, и архитектор, и все на свете, и поэтому мучаюсь. Так вот, вы так хорошо начали, что вот встретили. И мне многие говорят, вы знаете, я уже даже как бы и не удивляюсь, и привык, говорят, ой, как хорошо, вот вы тут, вот вы нас радуете. Портреты рисую, тоже мне нравится, что когда... И люди радуются, говорят, вы вот подарили радость нам. Хотя я-то в своих портретах, например, вижу много недостатков, но люди непрофессионально, ну там много чего, просто люди еще непрофессионально это видят, смотрят. Я-то ведь преподаватель, я-то, понимаете, для меня все эти работы сразу... Да, вот тоже на меня многие обижаются, говорят, что вот зачем вы критикуете, ну а как быть, если это моя профессия, вообще-то критиковать и оценивать. Вот тоже надо учиться что, не оценивать, воспринимать все на позитиве только? Черт, не знаю. Короче, я вам завидую, что вы сегодня встретили в моем лице какой-нибудь кусочек позитива, да? Да, мечту. Да, да, а вот что бы мне такое встретить сегодня? Это я, знаете, когда, еще в феврале написала это, вот полгода прошло. Дюлет, накажет. Вообще надо, ну не надо, не надо это слово, как говорится в тавтологии, а научиться принимать. А или отталкивать? Вот как она и есть. Или отталкивать? Принимать, жить в принятии. Принимать это значит смиряться. Вот вы знаете, значит я должен смириться, что вот он прошел и говорит о моей матери, то есть это матерное выражение, а я же это воспринимаю как о моей матери, понимаете? Как мне с этим смириться? Я не могу смириться. Его же не изменить, что он так показывает. Да, 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 да. И поэтому... Хотя можно попробовать, хотя можно себе поставить цель, менять. Понимаете, принимают, ну есть такое слово нехорошее, терпилы. Вот может быть женщине, я всегда женщинам, да, я многим женщинам говорил, будь добрее, будь умнее, чем я. Да, потому что я говорю, я могу злиться, я могу там, например, воевать. Мужчина, он же воин, да. И если мужчина начнет принимать оскорбления, то род на этом кончится. Вот вы знаете, говорят, что во времена Пушкина, ну вот в те времена, превыше всего была честь, да, потому что там за этим стоял род. То есть не опозорить род. И выживал-то род тот, который честь хранил. На самом деле сейчас это то же, что не опозорить род. Ну не все знают. А как ты можешь не опозорить род, если ты примешь оскорбление? То есть тогда надо иначе ставить, тогда не принимать это как оскорбление. Понимаете, ну вот если я вижу во всех дурных проявлениях, я вижу какие-то, это оскорбление меня лично, человечество оскорбление, гармония оскорбления, да. Не воспринимать как личное, а как явление, которое, вот как ветер, как дождь. Это вот все, ну как воспринимать все, что есть в мире. И без этого, может быть, и не будет мира, даже преды. Без этого мы першинниками. Может, как-то вот так относиться? Ну я жил, я... Как к явлению какому-то. Да вот не знаю. Но дело не в одном только матершиннике. Много плохого, да, вдруг и видишь вокруг. Как вот это не видеть, не знаю. Как на это не реагировать, не знаю. Есть другой вариант. А активно... Ну вот война началась, например. А я не знаю. Ну, если я против войны, значит я должен пойти и конкретно воевать против. Если я выступаю, как вот там у нас один поэт, он сказал, что там моя родина, и я поеду свою родину защищать, имеется в виду Украину, да? Хотя сам он, конечно, не украинец, а скорее уж еврей. И он так это провозгласил на весь интернет. Я поеду. Ну, езжай. А что ты здесь остался, стишки свои пишешь, кричишь? То есть, ну да, вот это... И я искренне, например, уважаю этих парней с той стороны и с другой стороны, которые пошли и не болтают, а пошли и воюют, и отстаивают. Это другая позиция. А вот и тут же вы говорите, да, и я знаю, другая позиция принять. Вот там многие приняли, например, и согласились. И опять что получается, что получится опять. Все, сплошные, сплошные вопросы и загадки, да, которые... И я вот, понимаете, сейчас, в данный момент, я сам себе не нравлюсь. Знаете почему? Потому что вы подошли ко мне такая радостная и такая счастливая. А я вас озадачил и вот нагрузил. Вот. Ладно, вы картинку посмотрите. Это не загрузка, это наоборот раскрепощение произошло. Ну, дай бог. Пообщались. Дай бог, ладно. Да, все хорошо. Вообще, все, что не делается, все к лучшему. Вот правда. И вы большой молодец, что у вас канал свой в Ютубе, что вы не молчите, выражаете свое мнение, заботу о Беркутске, о Беркутяне. И вы большой молодец, да. Спасибо, но вот вы знаете, я вдруг обнаружил, да, молодец, молодец. Я это делал совершенно естественно. Я и канал-то этот завел совсем не для публицистики, не как блогер. Это чувствуется, это человек от души. Просто, нет, я его сразу в себя в интернете, когда он только появился в 99-м году в Иркутске, я просто его воспринимал как свою там архив, лабораторию и работал просто. Для меня это работа. Но дело-то не в этом. А на сегодняшний день я вдруг начинаю чувствовать, что он на меня дает вообще-то, вы понимаете. И какая-то есть такая болезнь, не болезнь. Ну, потому что это ответственность. Вдруг, да. Это же еще и гипсика. Нет, вот честно говоря, вот этой ответственности как таковой я не чувствую, потому что у меня есть один хитрый прием. Я стопроцентно искренний человек. Да. И поэтому мне не надо думать. Знаете, как говорится, как бы не попасться, когда... Как бы кто-то что-то хитрит, мудрит и там что-то... Вот дипломатия, короче говоря, такая. И вот как сделать так, чтобы тебя не поймали на каком-то противоречии? А ты не ври просто. И все, да. И тебе не надо будет париться вообще, чтобы тебя не поймали. В общем-то, это проблема для тех, кто чего-то все время... Да, да, да. А в данном случае, ну вот да, вот какая-то искренняя. Ну, мне мама всегда говорила, ты, говорит, наивный и искренний, тебя легко обмануть. Нет, ну обмануть меня невозможно, потому что я как бы заранее закладываю этот обман во взаимоотношения, и все нормально. А вот то, что я искренний, это да, и я всегда как-то... Вот поэтому и притягивает это, искренность людей, души притягивает. Души притягивает, что-то добери. Творческий человек, это о многом говорит. Ладно. Так все это, вот вы знаете, вот ты начинаешь, когда об этом обо всем думать и говорить, это можно бесконечно. Бесконечно, вот это так интересно, обо всем об этом думать, говорить, вот как жить вдруг, вот вдруг я озадачился, как жить сейчас вот в этом мире. Уезжать, я понимаю, что уезжать, никуда не уедешь, вот из Иркутска, например, да, и там, куда бы ты ни поехал, везде будут свои собственные заморочки, это стопроцентно. Значит, это не решение проблемы получается. Так, у нас здесь фонарь. Ладно, разболтался я. Красивые издания какие-то. Да, я, конечно, хочу, любуюсь и все время говорю, вот если в Иркутске, да, вот мы все любуемся чем-то, то только старое, к сожалению. Я могу по пальцам пересчитать одно-два, может быть, построек, вот сам как архитектор, которые мне не режут глаз, скажем так. Да, все остальное, весь позитив Иркутский, это в старине, вот весь позитив. И в этих остатках старого, даже деревянного Иркутска. Почему это не понимают наши, эти богатые люди, которые хозяева земли? Вот мне хочется с ними бы поговорить, но они на диалог-то не пойдут, наверное. Что это им не надо? Им надо что-то другого. Вы знаете, я хочу им объяснить, что вообще-то, если бы они этим сумели бы правильно распорядиться, то они даже из этого бы деньги измекли. Ну вот почему-то, но это долговременные наши, наши капиталисты и бизнесмены наши, они не умеют, они не имеют возможности рассчитывать на ближайшие хотя бы 20 лет. Им надо моментально получить доход. Они, как это говорится, не умеют играть в долгую. Вот если капиталисты там, и тех стран каких-то, они своему поколению, там, внукам еще хотят передать этот город, а эти нет. Они, по-моему, вот им надо сейчас, сейчас, сейчас. Они так и живут. Как будто боятся не успеть. Да, 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 да. Да, и причем они все живут с такой философией, что я сейчас вот сейчас схвачу, а потом я отпитаюсь, верну, построю, сделаю лучше. Сейчас я сломаю, вот как тут вот на фурье, сломали же здание. А, я так же верю, что это не стало. Да, 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 да. Какая-то непонятная стоянка. Стоянку сделали, да. Площадь вот эта. И мне было, правда, так жалко. Как вот по сердцу рану нанесли. Конечно, 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 конечно. Конечно, и вот это я воспринимаю как оскорбление меня, потому что всех, вот, архитектуры там и так далее. Как это все просто делается, раз, и сделали, и снесли. Да и Цесовская набережная неизвестно, чем еще нам аукнется. Ну, да, там тоже непонятно. Строят, не строят, но тоже. А вот благодаря вам, кстати, я стала замечать, как вы говорите, режет глаз. Вот иду, и правда, режет глаз. Да хорошо ли это? Вот вы знаете, я же себя уже начинаю, я уже начинаю ведь себя винить, вы знаете, в том, что я же людей несчастными делаю. Вот вы раньше ходили, и вам ничего глаз не резало, а теперь вот вы меня наслушались, и теперь вам глаз режет. Нет, это все хорошо, это к лучшему. Ну, Бог. Все равно вернется все хорошее. Дай Бог, ладно. Переживем мы этот кризис. Да, вон. Мистично устроимся. Ладно, как бы мне у вас научиться? Все живет хорошо. Здоровья вам. Спасибо. И чтобы побольше добрых, внимательных людей улыбки вас устанавливало, и вам не следовало. Спасибо. И тогда, может быть, вы помаленьку, потихоньку, чему-то душевному людей навичите. Ой, просто вы у меня сегодня вот так жизнь наладили тоже. Вот вы мне тоже такими словами. Я вот тут все равно всегда-всегда это все пишу, когда рисую. Наш разговор записался. Вот. Поэтому я ваше имя специально не спрашиваю, чтобы лишний раз как бы нам все это не афишировать. А все равно я в интернет это выложу. А вы мне там где-нибудь... Я знаю эти подарки. Не надо. Вот. Потом... Это такая заморочка. Не надо. Все эти подарки. Потом по-любому 200 рублей. Потом надо. Потом это. Потом это. Да. И так далее. Вы мне как-нибудь там обозначите себя, что мы с вами разговаривали. Ладно? Я не помню просто вашу... Ну, вы же давно писали. Да. Я эту фразу помню, а кто именно это писал, не помню. Ну, там, ник или как это называется. У меня там ник, а вообще меня Юлия зовут. Имя можно сказать. Хорошо. Ладно, до свидания. До свидания. До свидания. До доброго. Ну, вот такие вот интересные у нас разговоры. Ну, что, действительно, все это вот... Видите, в каких контрастах я живу? В каких контрастах я живу? От такого вот приятного позитива... До... Ну, что, не пишешь? Давай рисуй. А это не черный. Обратите внимание, я обещал, что сегодня черного не будет. Это серый, но он, наверное, темноват. Сейчас я его сделаю чуть-чуть посветлее. И что мы будем делать? Опять я не дорисую, что ли, сегодня? Что ж ты будешь делать? Расплывается. Ну, может быть, это и не страшно. Пусть расплывается. Это же естественно, да? Помню, в детстве вот такая ходила. Поговорка... Правда, сейчас опять заведу я этот разговор. Поговорка... Мем сейчас называют, да? Собственно. Кстати, чем поговорка теперь отличается от мема? Придется мне что-то брать другое. Потому что на белилах она не рисует. Ну что ж. Возьмем акварельный карандаш. Это близкое... Это близкое... Материал. Акварельный карандаш мне нужен... А есть ли такой? Вот черный-то есть. Но черный меня не совсем устраивает. Нужен серый. А серый он не акварельный. Ну ладно, попробуем. Да. Ну, будет называться смешанная техника. И в этом ничего плохого нет. Ну, пусть это тоже входит. Я давно хотел. И вот отказаться от шаблонов. В данном случае шаблоном является то, что... Здравствуйте. Как вас зовут? Ну вот. Молодой человек, пацан. Идя с мамой за ручку. Видимо, здоровается со всеми. Он и мне сказал. Здравствуйте, говорит. Ну, на диалог не пошел. Вот так вот. Нормально. Правда же, да? Вполне. Я не vite. Нет. Нет. Да. Нет. Я не знаю. Нет. Нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю, насколько работает микрофон и как он что-то записывает. Потом, когда слушаю, то слышу, что что-то записывается, что-то плохо записывается. Поэтому всегда в сомнении пропадает очень много интересных разговоров. Вот и сейчас думаю, интересно, вот этот наш интересный такой... Правда, он достаточно личный, да, разговор? Но, тем не менее, ну, нормальный же разговор. Может быть, он излишне личный и интимный для меня скорее, да? Ну, Юлия, которая сейчас подходила, с которой я разговаривал, мне разрешила это имя назвать. И я хочу сейчас просто на всякий случай повторить, с чего же все началось-то. Ну да, подошла женщина, из тех, кто знает меня по YouTube, скорее всего. И сказал такую невероятно приятную мне фразу, что она как-то давно написала, что много ходит по Иркутску, ну, видит, как я рисую, да? И она хочет меня встретить на улицах Иркутска. Ну, я там тоже что-то ответил по этому поводу. Вот. Попробуем, что там субботы? Что да, конечно, встретимся. Если мы будем ходить одними дорогами в одном городе, да? Игра, что-то можно опять с этим переносить? Ну и потом как-то этот разговор-то у нас забылся? Ну ладно, хорошо, потому что я там оставила, и ванами. А сегодня вот мы встретились. И, что приятно, мы действительно встретились не... Вот для чего нужны акварельные карандаши. Видите, как он легко превращается в нормальную совершенно... Ну вот, продолжаю рассказывать. И сказал он мне очень приятные слова. Спасибо большое, которые меня подлечили, если можно так сказать. И что интересно, она мне сказала примерно то же самое. что вот я в той или иной мере все-таки каким-то образом являюсь фактором позитива. Вот. Ну что? Это хорошо. Это нормальный итог для художника. Это нормальная деятельность для старого человека, к которому я уже стал себя относить. Да, по молодости люди должны что-то производить. Какие-то продукты, хлеб выращивать там, не знаю. Делать какие-то производственные дела. А в старости вот то, что называется пенсия, да? Это нормальное, наверное, предназначение старого человека все-таки позитив распространять. Только меня это так удивляет, вот эта вот ситуация, когда я являюсь таким приемником негатива. Почему? Таким пылесборником, я таким пылесосом являюсь. Собираю этот негатив и, наверное, тем самым я все-таки чищу этот мир. Ну, вот это моя теория создания гармоний, которыми я пытаюсь наполнять вот этих вот гармоний. Видите, вот то, что я сейчас делаю, вот это, наверное, и есть то, что люди видят позитив. Ну, теория работает, короче говоря, моя, и это нормально, правда же? Именно эта теория моя и является вот примером, и я являюсь примером того, что все-таки я прав. Художник, человек, творец, творческий человек, любой человек, его предназначение увеличивать количество гармонии, количество позитива. Мне надо лишь научиться, вот давайте, вот все, кто меня если смотрит, слушает. мне надо лишь научиться, как нормальному пылесосу, как нормальному пылесосу, мне надо научиться все-таки после себя оставлять не пыль и грязь, а действительно чистить, да? Чистить. вот сегодня я осмелился, и делаю это совершенно честно, просто работаю, я, видите, карандашом работаю, и поначалу-то я взял, видели, акварельный карандаш, а теперь-то я просто на пастельный заменил. Вот и ладно, и все. Ведь я же говорил все время про то, что художник должен быть, что художник должен быть, должен быть, что художник должен быть, короче говоря. Вот такие вот интересные штуки. Что ж ты будешь делать? Хорошо это или плохо? А если вот я бы никому не говорил, да, то все было бы хорошо. А это у меня, именно это у меня, и будет хорошо. Что хорошо? А то, что это называется смешанная техника. И я, главное, не париться и не считать это плохо. Хотя я, наверное, попадаю под критику. Мне говорили, вот вы говорили о принципах, о принципах, о принципах. в искусстве, чистоте, жанра, чистоте, техники. Ну, давайте поэкспериментируем. И, кстати говоря, вот то, что я сейчас делаю, об этом мало кто знает. Это то, что называется кухня. И в эту кухню посвящены вот вы, немногие. я слышал много вот это раз, вот эту фразу знаменитую, главный не способ, главный результат. Мне она никогда не нравилась, она мне сейчас не нравится. Способ очень главный. Способ это путь. А ведь именно китайская философия говорит, что главное не цель, а путь. Поэтому те, кто говорит, что главное не способ, главный результат, а я возражу, извини, дорогой. Мы-то ведь про путь говорили. Так, тут люди ходят, там окна все буквально в этом самом таково. В рекламе вот эти вот окна. Ну и что, не рисовать? Нет, 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 нет. Я буду рисовать, я все, я окончательно перестаю быть реалистом, и я буду рисовать, я не буду увеличивать, да, количество вот этого вот безобразия, которое нам наделали дизайнеры и продажные архитекторы. Я-то буду рисовать так, как мне. так, как мне хочется. И поэтому да, решетку здесь тоже надо будет рисовать, соответственно. Это тоже не черный, нет, 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 сегодня черного не будет. не ждите. сегодня будет... сегодня будет... окна там, окна там вот сейчас такие есть, выбитые я их называю. нынешние охранники истории, это же памятник, это же памятник истории культуры и архитектуры. Насколько я помню закон, насколько я помню закон, согласно закона, ничего нельзя менять, все надо восстанавливать, то, как было в первозданном виде. ну и посмотрите вы на эти окна, где они восстановлены в первозданном виде. Да плевали они. А вы помните вот здание кафе Снежинка, с которым был большой-большой скандал, когда они взяли и там фасад поменяли. Суд отсуживал, 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 отсуживал в лице общественности. Так ни черта не отсудил. Так там и осталось все. Ну, они там на какой-то компромисс пошли, а в общем фасад они так и оставили испорченным. Хозяева. У дома есть хозяева. Вот и все. И плевали хозяева на памятник. Они считают, что памятник памятникам, а если мы хозяева, то этому памятнику то что хотим, то и сделаем. Так они и делают. что там, я не помню. Я пока просто затемню. там, ну, там, как, не помню. Я помню, что там, я просто в деталях не помню. Я помню, что там это современное здание. там решетка. Я помню, я помню, я помню. Я помню, я помню. Я помню, я помню. 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 Продолжение следует... 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 Я ее не вижу, рисую по памяти. Там немножко... Она класть барокко какой-то с переходом в модерн. Уж не знаю, получится ли у меня в моей каллиграфике. Вот такая вот она там. Да, смешанная техника. Все, уже не осталось ничего от смешанной техники. И слава богу. Это я говорю про то, что я тут кое-где рисовал карандашиком акварельным, потом пастельным. И сейчас я понимаю, что зря. Просто я не верил в эту кисточку. Вы знаете, просто я забыл, что есть кисточки, которые просто вот такие вот, смотрите. Чудесные. Где вот здесь? Я не помню там, где это отверстие. Отно слуховое. Ну, будем считать, что здесь. Не знаю. Может потерпеть. Давайте так вот, чтобы уж совсем не наврать. Я не помню, то ли сбоку, то ли спереди. И вообще вот эту штуку я, видите, как бы... А, там же эти. Вот это я точно помню. Там же вот такие вазоны стоят. По углам, да? Вот здесь не помню, а здесь точно. И вот здесь вот он стоит вазон какой-то. Вот она где, каллиграфия-то работает. Вот этот купол я потом доработаю. Я пока не знаю, как его нарисовать. Я пока не знаю, как его нарисовать. Ну что? Ну что, может быть остановиться первый этап? Пусть остановится будет такой, да? Первый этап, ладно? Ну, мне всегда хочется делиться. Но я, наверное, так и сделаю ее. Поделюсь первой частью, да? И кому интересно, ждите продолжения. Кисточка. Просто фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Вот это я сейчас сплюнул, как говорится, чтобы не сглазить. Кисточка просто идеальная. Просто больше ничего не надо. Я про нее забыл и начал тут карандаш. Там что-то... Ну, мне нужны были тонкие линии. Кисточка-то все решает. Все проблемы решают. Так вот. Для... Людей, которые интересуются брендами. Я не знаю, какой у нее бренд. Синтетика написана. Видите? И сейчас их очень много. Синтетическая вот эта вот кисть. Ну, просто великолепная. Более... Не знаю, какая бы... Колонковая или... Так, здесь я что-то лишнее сделал. Тут же стер. И вот там от купол торчит какой-то. Наверное, надо его нарисовать. И вот он поддержит вот этот цвет, поскольку купол там примерно такой. И на этом я сегодня немножко уже закончу, видимо. Вообще, по-хорошему, сюда надо белую. Мокрую какую-то. А у меня воды не осталось. Нет, осталось. Она там должна расплываться. Поэтому я, видите, побрызгал. Сделал это место мокрым. Но оно получилось сильно мокрое. Поэтому я его сейчас либо подсушу, либо промокну. Ой, елки-палки. Напротив меня я поднял глаза там на скамейке. Да, простите меня за полет некорректность сидит негр. Но что характерно, он очень черный. У него очень черное лицо. И я испугался, потому что мне показалось, что это сидит человек в черной маске. Мне показалось, что сидит человек в черной маске. Ну, знаете, как это выглядит. Я сейчас его тихонечко попробую сфотографировать. Здравствуйте. Наказывал одну фото? Нет. 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 Подошли, ну, совсем не русские люди. Говорят, здравствуй, я охватываю. Здравствуй. Вот мне, я сразу ответил нет, потому что... Так, ладно, я его попозже сфотографирую. Там что-то там в мобильнике делает и закрыл лицо. Мобильником. Так вот. Ну, я понимаю, они не русские люди. И поэтому для них это здравствуй. Два пацана нерусских подошли, чердявеньких. А для меня это, извините, мне это не нравится. Здравствуй. Я охватываю заказ сделать, да. А с какой стати? Не буду я делать тебе заказ такой. По фото охватываю заказ. Ну, и делай. Не у меня. Потом. Эх, жалко, уйдет сейчас негр. Он тут разговаривался с кем-то. Вот так вот там вот примерно. Вот так и должно быть. Что там еще должно быть, я не знаю. Да пусть меня простит товарищ снегр. Ну, вот сейчас вот, когда я пригляделся, то, конечно, ничего там страшного-то и нету. А когда я первый раз взглянул, ну, просто вместо головы и лица черное пятно, ну, это было очень необычно. Ну, что делать? Вот для Сибири необычно, ну, и все. И пусть они не обижаются. Да, они, наверное, и не обижаются. Кстати, они достаточно, ребята, насколько я знаю, общительные. Они не комплексуют. Ну, вот. Говорят, там, примерно в тех же странах чуть ли не кидаются же на русских белых женщин. Удивляюсь, что они белые. Здесь белый-белый, белый-белый. Да. Ух, так. Ну, я, в общем... Так, так, там. Да, это двойная. Здесь такая. Видите, я ничего не прорисовывал. Поэтому вот это все я тут рисую спонтанно и не схематично. Я это к чему говорю? Что если кто-то начнет искать тут какие-то геометрические, орнаментальные неточности, да не ищите, не старайтесь. Их здесь и нету этих. Здесь и нету точности. Они не были заложены изначально. Более того, я даже... Мне не нравится, что я вот тут вот начал что-то вырисовывать, и, в общем-то, появилась какая-то... Появилась какая-то... Как это сказать? Подобие на какой-то реализм, там, нереализм, не знаю. Не-не-не, никакого реализма тут. Я любил заканчивать вечер там, в 130-м квартале. Сейчас вот уже второй день я туда не хожу. Так, здесь две колонны должно быть. Вот, но я их сместил сюда. Кому надо, пытайтесь найти правильное чертежное соответствие. А я еще сразу говорю, его нету и не будет. Если бы я хотел, я бы взял бы фотку. И с этой фоткой бы домой пошел. А дома бы все, эту фотку бы обвел. И на улице я не студент. Сижу, не срисовываюсь. Меня больше волнует вопрос, и не насколько это угадано. А вот насколько мне надо или не надо рисовать рекламу вот эту вот многочисленную в окнах. Здесь еще такие очень красивые трубы. Ну, сточные трубы. Их много. Ну, их нарисовать бы не мешало. Ну, я нарисую. Она вот такая вот здесь. Я ее потом дорисую. Сейчас это просто серое, а потом я туда добавлю что-то белым, да? Здесь это тоже труба есть. Ну, что, нарисовать, да? Да, она идет туда. Вот здесь она вот выходит. Так вот. Уместно, неуместно, не знаю. Не знаю пока. Думаю. У меня как раз больше волнует, что я опять начал чего-то тут высматривать, выислить. Надо больше, вот больше каллиграфии. Вот такой вот надо. Сегодня на минимуме воды прессовал. А что, эта кисточка-то толстоватая для гуаши для белых. Надо тоньше выбирать. Надо такую как-то. Думаю, что здесь будет. Не знаю. Люди тоже будут какие-то. Не знаю. Окна будут какие-то. Тоже не знаю, да? Ну, знаю, что вот здесь вот будет сейчас белый такой вот орнамент. Как он там и есть. Как он у вас. Ну, я, наверное, на сегодня закончу все-таки. Вы меня извините. Как он там и есть. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok